БИС-ТВ В ходе мероприятия Артем Сычев рассказал об основных направлениях работы ГУПИ-ЗИ. Среди них выделяются законотворческая деятельность, разработка стандартов в области информационной безопасности банков и национальной платежной системы, защита информационных систем Центробанка, сотрудничество с правоохранительными органами. Артем Сычев высоко оценил диалог, который ведут с Банком России представители банковского сообщества, специалисты служб ИБ. После выступления докладчик ответил на вопросы журналистов, прояснив позицию Центробанка по ряду важных тем. По словам Артема Сычева, большинство банков, включая Центробанк, успешно отразили недавние ДИДОС-атаки, подключив резервные мощности и применив, к примеру, фильтрацию трафика. Изучив характер атак, Банк России пришел к выводу, что спланированные и проведенные атаки были на высоком уровне и могут рассматриваться как акты кибертерроризма. Задача этих акций – подрыв доверия к банковской системе РФ. Правоохранительные органы ведут расследование и идут по следу исполнителей и организаторов атак. Однако их работу сильно осложняет трансграничный характер киберпреступности. Артем Сычев также рассказал о законодательных инициативах Банка России, направленных на снижение числа мошенничеств с банковскими картами в стране. В апреле 2013 года в Комитет Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией были предложены поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие ответственность за этот вид преступлений. Наконец, замначальника ГУПИЗИ ответил на вопросы, связанные с регулированием ИБ в банковской сфере. По его словам, к концу 2013 года в свет выйдет новая версия стандарта Банка России 100 БР и ББС. Новая версия устраняет противоречия между стандартом и действующим законодательством. Касательно проведения оценки соответствия в исполнении положения Банка России номер 382-П и письма шестерых, Артем Сычев рекомендовал банкам дождаться выхода новой версии стандарта. Он также подчеркнул, что принятие 100 БР и ББС для банков является добровольным актом. Поэтому он не видит причин для отказа от стандарта Банка России в пользу западного Базель-3, поскольку документы не противоречат друг другу. Более того, исполнение организации 100 БР позволяет снизить денежную сумму, которую банк должен резервировать на компенсацию рисков по Базель-3. Артем Сычев уточнил даты выхода рекомендаций в области стандартизации РС Банка России, предназначенных для служб ИБ банков. РС по стадиям жизненного цикла банковских приложений уже практически готова, и в ноябре 2013 года будет представлена на общественное обсуждение. А вот РС о ресурсном обеспечении служб ИБ банков может появиться только в начале 2014 года. Эти и другие вопросы о работе ГУПИЗИ будут обсуждаться в феврале 2014 года на ближайшем Уральском форуме – Межбанковской конференции по информационной безопасности в Республике Башкортостан. Артем Сычев заявил о поддержке этого мероприятия Банком России, который направит на форум делегацию из своих специалистов. Полная версия пресс-брифинга доступна на портале tv.ibdefisbank.ru и на канале YouTube BISTV.ru БИС-ТВ